Меня зовут Сергей, помимо меня Веденин, я провожу много-много-много всяких занятий по спасательным работам, в альпинизме, чем угодно. Написал полторы книжки на эту тему. Работал спасателем и т.д. и т.д. А сейчас работаю гидом. В истории работы гида, тоже такая кусочек работы гида, два раза в год ты кого-нибудь куда-нибудь тащишь. Чисто статистически. 20 программ в год, каждое десятое, кто-нибудь, что-нибудь происходит. Либо старые травмы, либо новые травмы и т.д. и т.д. Тема о спасательных работах в малой группе. С самого начала важнейший кусок – это теоретический кусок к практическим занятиям. Когда мне говорят прочитайте лекцию по спасательным работам, я обычно говорю нет, потому что спасательная работа – это механический навык работы руками, ногами, группой. И надо работать руками. Знаете, как теоретическая лекция на тему «Как вылезти аппендицит». Здесь, наверное, можно по такой лекции прочитать, но без практики все это бессмысленно. Сказать, что это нужный кусок – нужно. Сказать, что вам это как-то поможет в жизни. Видимо, поможет, но не изменит историю. Надо отрабатывать практикой. Теория-практика. Каждый раз на всех занятиях, меньше, конечно, на спасательных работах, а больше всего, конечно, сталкиваемся с историей, так обычно, на лавинных занятиях. Там проводим по зиме регулярные спасательные работы в лавинах, тренировки. И каждый раз на таких занятиях есть человек, который стоит в стороночке и смотрит. «Мужчина, а почему вы не участвуете со всеми в занятиях?» «Ну как, я посмотрел и все понял». Еще раз, понимаете для себя, что между «я понял» и «я знаю» и «я умею» – вот такая вот дырка. И все люди, я там показываю разные видео, будем показывать, не в этот раз, но зимой показываю, смотрят, как другие люди что-то делают, спасают. Все смотрят со стороны, говорят – вот дураки, вот криворукие. Я-то в этой ситуации соберусь и все сделаю правильно, быстро, безопасно, аккуратно, красиво и т.д. В стрессовой ситуации мы все надеемся, что когда что-нибудь случится, мы возьмем так вот и подпрыгнем вверх до уровня собственных ожиданий о себе. Мы все о себе хорошо думаем, да? Кто о себе плохо думает? Да ладно, мы тебя давно знаем. Мы все о себе думаем хорошо и надеемся, что в стрессовой ситуации мы будем выглядеть так же, как мы о себе думаем. В реальной жизни, конечно, все происходит наоборот. В стрессовой ситуации люди опускаются до уровня, если все хорошо, то до уровня устойчивых навыков. Если совсем стрессовая ситуация, то до уровня рефлексов. Рефлексы у нас какие основные-то? Бей-беги. Ну такие, самые животные, самые простые. Вот. Если вы много тренировались, знаете, что делать, у вас есть план, то у вас есть шанс, что вы не просадитесь, до момента побежали отсюда все бегом, а останетесь где-нибудь посередине в позиции очень страшно, очень непонятно, трясутся руки, но я что-то делаю. Поскольку вы знаете, что делать, тренировались, как у вас есть план. То есть ровная история, что план должен быть, наличие плана и наличие навыков дают шанс на то, что в стрессовой ситуации вы что-то будете делать, а не стоять, ничего не делая. К сожалению, стоять ничего не делая – это популярнейший ужас нашего, в том числе, альпинизма. У нас есть история, как молодой человек замерз, висе на веревке, на маршруте второй категории, второй А категории трудности. Ну, двойка, кто ни хуя здесь альпинистов, не все альпинисты, это так-то, ну, пешком иногда подлезая. Это, в общем, вот, берем любого и идем, и все будет, гарантирую. Без навыка, без опыта, чуть-чуть занятий, и все будет легко. Группа, инструктор, восемь человек, мальчик был десятом, замерз, висе на веревке. Замерзал он часов шесть-восемь, висе на веревке. Чем занималась 8-10 группа? Не до конца понятно. Вот, правда, не знаю. Попытка разобраться не привела ни к чему разумному. Другая история, на маршруте там спускается, здесь пляночная гора Виатау, в Прильбрусе, тоже двойка маршрут, спусковая такая тропа вниз, и там такой гребень, довольно широкий гребень разрушенный, идущая в связке пара девочек, девочка там срывается и повисает на веревке. В целом, да, дерьмо случается, люди срываются, вторая ее поймала, держала на веревке, и дальше девушка там срывалась и висит на веревке. Две группы, два инструктора, много людей. Первыми к висящей на веревке девочки подошли ребята, вышедшие из отлагеря Лута, у нас пас работы. Юра Кожухов быстрый, очень быстрый, но часов четыре, кто шел, или пять. Представьте историю, здоровый человек, провисевший на веревке четыре-пять часов в системе, но в целом становится не очень здоровым. Человек, который сорвался, получил травмы, но к огне и подошли, девочка там была еще теплая. То есть вот история, чем занимались опять эти два отделения, два инструктора на горе, в ситуации, там гребень шириной, как между столбами. Ставят здоровенные камни разрушенные, накинь верев в петлю, поднимись, пусть нужно масса вариантов, чего можно сделать. Я правда не понимаю, как такое бывает, но дерьмо случается. Потому что люди, не знаю, не готовы, не планировали, не понимают, что делать, не готовы. Черт его знает. Еще одна вещь. Профессиональные работы, подручные средства и соревнования. Малая группа всегда, малая группа – это два, три, четыре человека. Почему проблема малой группы? Потому что… Сколько нужно человек, чтобы нести носилки с посадавшим? Человек в носилках надо нести. Шесть, да? Таскали, да? Ну, хорошая цифра – восемнадцать. Три смены по шесть, тогда можно нести довольно какое-то заразумное время. Команда из шести человек несет бодро первые полчаса, потом становится все сильно менее бодро. Потом все это катится, катится, катится. Не, я однажды отнес девочку в одно лицо со сломанной ногой. В горку этот кусок шел сорок минут. С девочкой на спине я это дело прошел вниз, ну, часов за пять всего. Спину потом лечил, собирал очень долго, потому что девочка была не самая компактная, не самая легкая, но все равно. То есть все, что группа четыре человека, один посадавший, у вас будет трое, кто будет с ним работать, это в основном будут очень тяжелые работы. Их малая группа всегда будет работать подручными средствами. Подручные средства – это обычное альпинистское туристское снаряжение. Когда я говорю альпинизм и туризм, я не различаю понятия на самом деле. Для меня в целом это горы одни и те же, снаряжение одно и то же. Немножко разные цели, но это вопрос меры ощущения. Снаряжение будет обычное альпинистским снаряжением. Надо понять, что обычное альпинистское снаряжение не предназначено для проведения специальных работ. Крупными буквами – не предназначено. Использование его для этих целей – это попытки выкрутиться тем, что есть. Спасать, конечно, надо статическими веревками, специальные страховочные стуковые устройства. Есть отличные специальные страховочные стуковые устройства – Rock Exotic MPD. Отличная вещь. В одной железке ролик, жумар, гри-гри, страховочные устройства и т.д. Можно подниматься, можно спускаться, можно как ролик использовать, можно как стопор использовать. Все, что хочешь. Килограмм. Стоит 900 долларов. Отличная вещь. Замечательная вещь. Но никогда у группы, идущей в горы, с собой такой вещи не будет, потому что нахрен не надо. Потому что килограммы, потому что денег. У спасателей в России этого снижения тоже сейчас нет, по-прежнему нет. Ограничения при использовании, соответственно, подручных средств. Очень жесткие и очень такие, реально много сложной физики и много страшного. Но для нас только одна вещь, что в малой группе, слава богу, обычно один пострадавший. И не приходится поднимать двоих, троих, четверых. Вот нет насилок. Когда-то скажем, насилки по рельефу нужны сопровождающие. Поднимаешь двоих, усилия все умножаются на два, и там становится все очень сложно. В малой группе обычно поднимаем, спускаем одного, нагрузки поменьше. Ну, это некий плюс именно к точке зрения нагрузок. Минус любой другой с точки зрения. Профессиональные спасработы делаются снаряжением, много народу, много специального снаряжения. И там, ну, все немножко делается по-другому. Самое главное, нельзя путать любые реальные спасработы, профессиональные или подручные средства и соревнования по спасработам. Ну, ни разу в жизни не видел соревнования, которые были похожи, сколько-нибудь похожи на правду. Не дай бог вам попадется в горах человек, чемпион России по спасательным работам. Не дай бог. Такие соревнования проводятся, чемпионат России по спасательным работам. Не дай бог. Очень хорошо подготовленные люди, здоровые, как лошади, бегут, тащат веревку, вяжут. Но это люди, которые делают побыстрее. А тут как бы побыстрее имеет смысл делать двое спасработ. Лавинные, потому что там реально 15 минут времени есть, и доставание из трещины. Все остальное важнее делать безопасно, потому что быстро уже не работает. Ну, так об этом и поговорим. Значит, сегодняшняя теоретическая лекция – это лекция о том, как планировать и о чем думать. Рассказывать технические приемы. Сейчас вот я буду показывать технические приемы вот здесь вот на картиночках. Понимаете, что это бессмысленная история. Где такая вот сейчас история на разговор сегодня о том, о чем можно думать заранее и о чем готовиться. Угу. Погнали. Трудности. Малая группа – два, три, четыре, даже пять или даже шесть человек – это малая группа. Ну, считается просто такая, считается цифра 4 – малая группа в альпинизме. Ну, в туризме стандартная малая группа, видимо, шесть. Как там, группа с гидом. И восемь будет. Ну, специально будет малая группа, потому что снаряжения будет мало, и придется работать тем, что есть. Значит, трудности, которые нас ждут. Дальность – это цивилизация. Ну, понятно, ходим в горы. Кто ходит в горы, кто катается, кто плавает, кто хотят – делает. Интересные места расположены далеко от людей. Проблемы будут. Проблемы со связью. Здорово, если вы подумали, у вас есть хорошая связь, вы знаете, кому звонить, вы знаете, кто вам даст консультацию, во-первых, по медицине, кто там вызовет спасателей, кто пригонит вертолет. Очень здорово. Но это надо, опять-таки, заранее планировать. Это видимая реальная проблема. Сил, средств, снаряжения всегда не хватает. Всегда. Большую букву. Снаряжения бывает мало, очень мало и катастрофически мало. Например, вот такая обычная история, чтобы просто вспомнить, как это выглядит. Стоишь на станции, напарник полез первым вверх. Какой-нибудь рельеф. Сорвался, висит. Веревка натянута и тишина. Стоишь, держишь веревку. Понимаешь, что приплыл, потому что… Где у тебя все снаряжение? Не. У напарника он забрал все и улез с ним совсем. У тебя есть станция, какие-то лишние, личные там три карабинчика, два шнурочка. Ну, веревка, которая ушла наверх. Не, она уже размотана. Она под ногами валяется, не тут, а у вас одна связочная веревка. И тебе придется выкручиваться с тем снаряжением, которое есть. Поэтому, собственно, курс по сработам малой группе ограничен по снаряжению. Пять карабинов, два таких, пять таких карабинов, два таких карабина, три прусика, спусковуха и все. Вот это то, что на тебе останется висеть, когда напарник улезет, и тебе придется выкручиваться в этой ситуации. Отсутствие специального снаряжения. Ну, как у вас, не будет никакого снаряжения специального, не будет, тем более, про него уже поговорили, да? Ограниченное знание и навыков. Ты был на курсе по сработам малой группе? Что-нибудь осталось в памяти? Неделя прошла, что-то осталось. Паше было два раза. Его сейчас с нами нет, но не суть. Ограниченное знание навыков. Вот, например, мы писали эксперименты эти на курсах первой помощи. Реальное выживание навыков, наверное, по первой помощи полгода. То есть вот там двудневный тренинг по первой помощи, люди делают, под конец второго дня делают, правда, хорошо. Повторение через полгода говорит о том, что люди что-то помнят, но уже начинают ошибаться. Через год чистый лист, и можно начинать заново просто с чистого листа. Ровно такая же история, механизм навыков с узелочками, веревочками и всем остальным будет точно такая же. Ну и психологически, когда ты один, а когда у тебя нет ограниченных знаний и навыков, ты понимаешь, что ты помнишь не все и тренировался давно. А проблема, если ты оказался вдруг один, а напарник сейчас с ним случилось, то не у кого спросить. Вопрос, если есть хотя бы и вас трое, есть еще человек рядом, с которым можно посмотреть на него в глаза, сказать, я все правильно делаю, он скажет, да, давай, давай, какая-то коммуникация, она очень меняет психологию. Вещи, кем поговорить, уже можно успокаиваться. Я ребятам рассказывал историю про альпинизм, альпинизм состоит из всего двух правил. Тут главное правило написано про альпинизм, надо лезть в гору и не падать. Это хорошая история, но это такая и пожелание. А правила, они еще более простые, стало страшно, клади точку, не знаешь, что делать, делай станцию. Как бы не знаешь, что делать, делаешь станцию, принимаешь напарника и можно поговорить о том, что делать дальше, если не знаешь, что делать. Вот, когда ты один, не с кем поговорить, не у кого спросить, тут накатывает, собственно, неуверенность и реально начинают трястись руки от ужаса. Не от ужаса, а от неуверенности, скорее всего. У меня вот два года назад еду на машине, никого не трогаю, передо мной машина сбивает человек. Ну что делать, беру аптечку, выхожу, мужчина сидит на асфальте, лужа крови растекается, бегают вокруг подвыпившие друзья и родственники, дающие советы. Зеленого цвета мужчина из руля машины, который со мной сбил этого, не очень трезвого мужчина, который прыгнул под колеса. Мужка больше всего жалко, на самом деле, который за рулем был. И, собственно, у меня там этих курсов первой помощи в жизни много. И проходил, и проводил, и работал спасателем, и к крови нормально отношусь. Все спокойно. Начинаю что-то делать и понимаю, что я вот уже года два этого не делал в реальной жизни. И накатывают такие волны, ну не паники, но такие неуверенности, как точно накатывают, все ли я делаю правильно, не забыл ли я что-то сделать, как бы вот это вот... Очень такой спокойный для меня ситуация. Я ничем не рискую, ну вообще ничем не рискую, даже там морально ничем не рискую. Не говорю о том, что я не вижу сейчас на веревке. Все равно это давит, давит, давит. История про навыки. А потом что-то там подъезжает машина, выходит мужчина в шортах, останавливается минут 20, стоит сигарету, курит, смотрит так издалека. Обычно люди подходят же посмотреть, когда любое там ДТП, люди подходят посмотреть и стоят... Кто был на курсе первой помощи? На какой дистанции от человека? Лежит человек с битой машиной, стоит вокруг плотный круг людей. Какого радиуса? А? Ну, скорее в три. Потому что эта дистанция хорошо видна, но при этом ты не являешься участником событий. Тебе нельзя сказать, ну где же сюда, держи. То есть все люди хотят посмотреть, но никто не готов участвовать, собственно, помогать руками. То есть вот этот круг такой прям плотный, но вот такой довольно просторный. А мужчина стоит метров 15 и курит. Не подходит. Уже интересно. Знаете, задают вопросы, типа дышат? Дышат. Артериальная, венозная. Скорую вызвали. Говорю, мужчина, ну вы же врач. Ваше видно, вот 20 метров врача видно, профессионала. Идите сюда и работайте. Я-то, собственно, мимо проходил, я вообще не специалист. Но человек говорит, идёт работать. Специалов видно, виден, конечно, другой объём наката, другой объём спокойствия, навыков, всё, что хотите. У нас этого не будет. Даже я, когда, ну как бы, я прошу заняться по спасработам, но реальные спасработы всегда уникальны и всегда приходит что-то придумывать. Погнали. Итого, ходим в горы, мы рискуем. Очевидная история, да? И вопрос, как активистиками управлять? Ну, есть несколько вариантов там. Тренировать ОФП помогает? Помогает, безусловно. Чё нет-то? Отрабатывать технику? Помогает, нужно, необходимо. Тренировать спасательные работы? Вообще отлично. Надо понимать, что всё-таки люди в горы ходят не только проводить спасработы. И на отработку спасработы обычно отпускают время, ну, по статочному принципу, как бы. Тренируются там. ОФП, бег, там, лазанье, что хотите, там, хоть переправы, хоть что хотите. А спасработы, это уже потом, когда люди, где мы как-нибудь стряли, посмотрели, как всё это выглядит. И поняли, что надо позаниматься. Хотя у нас, конечно, часть коллектива использует курс спасработам, как просто такой курс повышения квалификации для себя любимого. Ну, тоже бывает. На самом деле, ну, ФП это хорошо. Понимаешь, спасработы здорово. Но написано же, да, если хоть немножко вложиться не в технику и физуху, а в планирование, всё будет сильно лучше. Потому что, ну, реально, все, конечно, очень так, нацелены на технические детали, там, какие узлы вяжем, какой полиспас собираем, как это делаем. Поэтому это важно, нужно, интересно, но вот это то самое, что мы называем навыками hard skill, которые легко учатся по… Открыл адекватный учебник, взял напарника, вышли на соседнее дерево и отработали. А вот навыки планирования, организации группы, управления собственной психикой, психикоокружающих в средствовой ситуации, вот этого вот… Это сложно, этому очень сложно научить, этому очень сложно учиться. Как это сделать, не участвуя в спасработах, я вообще не знаю. Потому что это реально такой вот… Ну, об этом надо говорить, надо думать, но в реальной жизни все будет плохо или очень плохо. Когда вам нужны реально навыки проведения спасработ, значит, у вас в жизни все плохо. Вот. И наличие хоть какого-то плана, который вы подумали об этом до того, как вы ехали на маршрут, сильно облегчает вам вашу жизнь в этой ситуации. Все очень плохо, но не имея плана, все будет еще хуже. Ну, собственно, что… Ладно, давайте отсюда. Что мы планируем? Вот, есть масса вещей, которые надо планировать, выходя там на маршрут, именно в разрезе спасательных работ. Первое. Куда звонить? Ну, случилось, что-то случилось. Надо кому-то сообщить. Кому? Кому сообщить? Как сообщить? Дальше. Как оказать первую помощь? Кто это будет делать? Какая у вас собрана аптечка? В зависимости от того, где вы находитесь, аптечка, если вы уходите на два дня, аптечка может быть вот такой. Если вы уходите на месяц в автономку и у вас в дальней точке маршрута до цивилизации будет две недели пешком, и в результате не будет. А птичка должна быть какого размера? Так что вам хватило щега донести из самой дальней точки, оказывая ему помощь. Не двоих, а хотя бы одного. Кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с не тяжелыми травмами реально в автономных выходах? Приходилось? У меня как-то приятель отрезал себе ножом, снял стружку с пальца. В целом не трагичная травма, но у нас было 5 бинтов. Мы научились стирать бинты, научились находить гру суши, стирать, находить соседние группы, стрелять у них бинты, потому что человеку надо, оно течет, подтекает, надо делать перевязки, оно все пачкается, все в грязище. И это вот, взяли с собой 5 бинтов, как бы нормально. А в реальной жизни, если человеку там на 5 дней куда-то его там вот нести, он сам идет, никаких проблем, он подвижен, адекватен, у него все хорошо на самом деле. Ну просто вот течет по руке, жижи и все. Как-то выходя на спас работы, зимой на Эльбрусе, весной 9 мая на Эльбрусе, 10 мая, я такой выхожу, в 4 утра, немножко не проснувшиеся все, такой, Серега, у тебя бинты-то есть? Я говорю, есть, конечно. У меня 50-50 бинтов. Сколько у тебя бинтов? Я говорю, 5 штук, дурак, иди сюда. Когда я открываю рюкзак, я открываю рюкзак, мне вот так вот старший товарищ опытный с полки сгреб в рюкзак бинтов. Сколько было вот на полке в шкафчике медицинском? Я намотал на парня все. Вот все, что было, было бы еще больше, я бы еще больше намотал. Открытые переломы обоих ног в районе голени, торчащие кости сквозь ботинок, и я мотал сверху, потому что реально кости торчат. Было бы больше, я намотал бы больше. Но это вот вопрос опыта. У меня 5 бинтов, нормально, а в реальной жизни их было, видимо, 25, я все намотал. Аптечку куда потащите? Как потащите? Если вы в двойке вышли на месяц, надо четко понимать, что один человек другого может тащить, ну не знаю, километр, два-три километра в день по относительно сложному рельефу. Это можно сделать один-два дня, дальше человек просто устает и ничего не может больше делать. То есть надо понимать, что в малой группе, в двойке, уходя далеко, если вы не позаботились о связи и о спасателях, ну это как бы вполне уже билетом в один конец. Это как бы не страшилки, а просто к вопросу понимания. Попытки задуматься и спланировать, а что я буду делать, если? Такая чистая паранойя, безусловно, но все помнят, что у параноика тоже есть враги. Вот, и вопросы планирования, подумай, задумай о том, что я буду делать, если. И как-то, а может не надо этого делать? Может надо взять там команду в шесть человек и не вдвоем пойти? Замечательные люди, которые там пытались вдвоем идти травят с плато Путорана? Или в одно лицо травят с Путоранов? Кто-то здесь присутствующих? В одно лицо? Слушай, ну это… Живые? Да. Ну классно, стоит порадоваться. Но параноик понимает, что подвернул ногу, один подвернул ногу, и дальнейшие действия ух, насколько неочевидны. То есть там вот, если все пошло хорошо, то молодцы герои. А поскользнулся, ударился коленкой, и будут рассказывать о плохо думающих людях. Ладно, погнали. Собственно, цель любого истории про оказание первой помощи, тем более справедливых работ, это оказание помощи и сохранение жизни пострадавшего. То, о чем никто не говорит, даже на курсах первой помощи, а когда человеку помощь, что значит в реальной жизни? Как вы думаете? У тебя лежит человек со сломанной ногой. Что значит оказать ему помощь? В горах не работает, скорая в горах приезжает слишком поздно. А? Нет, нет, это цель. А когда ты тут надо что-то делать, ты будешь… А? Это да, это понятно, что ты будешь делать, понятно. А вот на самом деле это сделает человеку очень больно. Это не все морально готовые. Когда человеку будешь имморализировать, начнешь ему шевелить его сломанную, или вывязанную, или любое что-то, конечно, ты не можешь его двигать, и он будет орать, так что он будет уши закладывать, а так он орет. И можно человеку, конечно, не делать больно. Не накладывать повязку, не имморализировать, но тогда он умрет. То есть история оказать человеку помощь – это значит сделать ему больно. Это почему-то тоже все не показывают на курсах первой помощи, не объясняют в реальной жизни, когда человек у тебя… Вот реально девочка выяснила локоть в Ширигеше, мы ее там пшенируем вдвоем. Она громкая девочка, сильная, реально ухо болит от вопля. А что делать-то? Вариантов никаких. Ну, конечно, Ширигеше как бы не трагедия, а там цивилизация все-таки. Было бы далеко от цивилизации, но вообще никаких вариантов. Оказание первой помощи – это сделать человеку больно. Контролируемо, но мы к этому не готовы, чтобы придется делать человеку больно. Ну, как бы правило спас-работа следующее – количество спасателей должно увеличиваться. Первое, что должен делать спасатель, человек, который оказывает помощь – озаботиться о собственной безопасности. Потому что если с ним что-то случится, любая даже мелкая травма человека оказывает помощь, человек, который получил тяжелую травму, этой помощи лишается. Спасатели не бегают на спас-работы, спасатели ходят на спас-работы, потому что бегущий спасатель прибегает к пострадавшему уставшим и может полежать с ним рядом просто. Ну, в горах такое… Обычное время похода до пострадавшего – пять-шесть часов. Можно ускориться и бежать бегом. И забежать за четыре часа. Можно не ускоряться, а зайти за пять и за пять с половиной. Ну, забежав бегом, ты приходишь и лежишь рядом. И плюс, когда бежишь бегом, шансы подвернуть ногу, удариться коленкой, упасть, ну, сильно растут. Первое, собственно, дело – убедиться в собственной безопасности. Чем рискует человек, оказывающий первую помощь человеку, который разбила машина? Когда… это уже такой чистый человеческий рефлекс, когда человек едет мимо на машине, он смотрит, что случилось. А человеческий организм устроен так, что мы едем, идем туда, куда смотрим. И шансы, что ты занимаешься человеком, оказываешь ему помощь, а у тебя приезжает следующая машина, ну, это такая стандартная история. Очень стандартная, обидная, грустная, но какая есть. Тоже, как бы, вечный вопрос про первую помощь тоже. Это не лекция про первую помощь, не знаете про первую помощь. Я просто пытаюсь выдвинуть некие кусочки из… то, о чем мне говорят. Человек упал в горах и лежит, или там, получил камнем. Придел камнепад, ударил человека камнем, лежит здесь. Оказываем помощь здесь или тащим в сторону? Если человек получил камнем здесь, значит, поэтому местом летят камни. Место камня опасное, надо тащить в сторону. А если у меня перелом позвоночника? Все, тащим. Что с ним будет после этого? Если у меня перелом основания черепа? Ну, мы тащим, потому что, ну вот, если мы остановимся здесь, еще раз получит он, получат спасатели, и все это будет грустно и кроваво. В практике работы спасслужбы Эльбруской была история, когда спасатели отказались снимать тело погибшего альпиниста с горы. Там мама и сестра погибшего человека пришли там к Шойгу, так что он был министром Шойга, ну, сказали, снимите нам команду снять. Дали нам вертолет, сели на вертолет, подлетели, посмотрели, спустились и написали письмо. Мы не будем снимать. Юго-восточный склон, верхний край 5 тысяч, человек лежит на 4 тысячах, цирк, сходящийся в одну, в один кулар, в этом куларе в центре висит человек. Мы туда прилетим к десяти утра, подойдем к Трависам подверг этого кулара к одиннадцати, пару часов будем вырубать его изо льда и сверху получим все. Положим на этом месте всю службу. Написали письмо, нет, не будем. Мы готовы рискнуть за живого человека, это как бы правда и правильно, но там тем более рисковать за погибшего, за труп, говоря, абсолютно неправильная история. Если спасатели рискуют, значит, как всегда, кто-то плохо спланировал. Многие вещи можно, как любой подвиг, это как-то начальное чье-то затыкает, чье-то раздолбайство и плохую подготовку. Планировать надо, и многие вещи, приложив мозги, можно, ну как во всем альпинизме, можно быть сильным, а можно быть умным. Быть сильным и умным одновременно вообще здорово, но редкий случай. Вот, бывают сильные, бывают умные. Умным помогает. Наши действия. Ну, собственно, такая сейчас тактика посоветных работ, уже к тактике, к практике. Что-то случилось. Сначала оценка ситуации, потом принятие решения, потом на основе принятого решения, что я это уберу поподробнее, выбираем тактику, технику и работаем. Оценка ситуации. Что случилось? Понимание, что случилось, и с чем мы можем помочь. Ресурсы группы. Если вы легкая девочка, и вот такой вот мальчик сломал ногу, какие у вас ресурсы группы? На тему транспортировки пострадавшего на дистанцию больше 100 метров. Ну, на тему транспортировки никаких ресурсов надо принять, а вот там оказанием первой помощи, да, согреть, навызвать помощь, да, ресурсы есть. То есть ресурсы группы, понять, что у вас есть. Нет веревок. Значит, нельзя человека спускать вниз по вертикальной стене. Очевидно. Нет веревок, значит, не надо человека тащить по леднику, потому что кончится плохо. Ты легкая девочка, у тебя поломанный здоровый напарник парень, нет у тебя ресурсов его нанести вообще. Ты можешь его там собрать, упаковать, оказать помощь первую и бежать за помощью. Ничего другого делать не придется. От ресурсов все прыгается. И от тяжести травм. Человек может сам идти. Здорово. Из практики с работы спасателя мужчина сломал ногу. Обычный перелом альпиниста. Спуск вниз по снегу в кошках с проскальзыванием. Задний зуб кошки цепляется за лед, подворачивает ногу и ломается малоберцовая. Десятки таких травм каждый год ведрами. Мужчина страдает. Тройка А на Жентуган по северной стене. Таймаз еще был маршрут. Подходишь к нему. Сделали шину. Ну а дальше, говорит, мужчина, нас двое. Ты один, довольно крупный. Рельеф сложный. Мы тебя можем нести. И потлезавтра будем дома. А можешь идти сам. И тогда дома будем сегодня к ночи. Мужчина такой, обезболивающее будет? Будет. К ночи были дома. Ну, ресурсы ограничены. И как бы, помощь от человека, который, посадавший в сознании, адекватен и готов помогать. Ну, конечно, мы ему зашинировали ногу, обезболили, помогали ему идти. Но было на порядок быстрее, чем мы смогли, либо по этому рельефу. Удаленность. Если для цивилизации к ночи будем, надо работать в ту сторону. Если для цивилизации две недели пешком, а вы вдвоем, то надо ждать помощь. Надо планировать немножко заранее эту историю, безусловно, чтобы помощь была. И ждать помощь, потому что дощить не получится. История на эту тему отличная абсолютно. Двойка лезла что-то по середине сне на ужбу. Какой-то маршрут, не помню, какой маршрут. За веревку до вершины прилетает сверху камень и ломает человеку бедро. Ну, в целом так себе историк. Понимаете, перелом бедра – тяжелая травма, с которой часто умирают прямо здесь, прямо сейчас. Связи у ребят нету, довольно давно это было, связи нету. Ну, что делать? Поднял на полочку, завернул в спальничек, оставил из карманов, что там было, два сникерса, чуть-чуть газа в баллоне, долез до вершины, а спуск службы, соответственно, разумный, что можно сделать в одно лицо, это через Мазерскую Зазубрину в Сванете спускаться в Россию, это пешком по ледопаду, по Ужбинскому, драный ледник в одно лицо, ну, пол встречи, но и никогда не найдут. А в ту сторону все-таки скалы, по которым можно в одно лицо спуститься, ну, не здорово, но можно. Человек два дня спускался в ту сторону, добрался до цивилизации, там далеко еще служба идти до Мазере, вот, добрался, позвонил, передали в Москву, договорились с вертолетом, через четыре дня парня кинули вертолетом спасателей на подужбу, на Ужбинскую плату, на пятый или что день от циндента парни, не торопясь, вышли на вершину Ужбы, поставили лебедку и на тросе спускают вниз нашего приятеля Дену Мельникова. Дену Мельникова говорит, прошло пять или шесть дней, я подъезжаю вниз, фотографирую тело, упаковываю, аккуратненько опускаю его вниз, там подбираем и все, понятные и простые работы. Подъезжаю вниз, лежит на полочке, улыбается. Ну и простые работы, которые мы были пройти быстро и просто, превращаются в очередные следующие двое суток настоящих тяжелых работ. Начальник службы потом в следующие года три списывал снаряжение, которое они там бросили. У них было много с собой снаряги, потому что они планировали подняться и спуститься. А тут бах, у них человек еще образовался с тяжелой травмой. Тащили человека и бросали снаряжение там, километры веревки выкинули в пробу, все что было, все бросили, потому что не до этого было. Долго списывали снаряжение потом. То есть люди долго могут выживать в одно лицо, если в ситуации человек хочет жить. Если не замерзает, есть что попить, кровью не истекает. Долго. И часто имеет смысл человека оставить, не тащить его, а оставить и бегать за помощью. Просто альтернативы. 2009 год. Ночь с 31 декабря на 1 января. На плече, на вершине Шагинсукова парень вечером 31-го выламывает примерший камень, падает, ломает голень. Но стрелом не трагичная травма, перелом голени. Без связи, потому что парни убрали рацию клапана рюкзака, выходя из лагеря. На улице минус 30. Рация с литиевым аккумулятором быстро приказала долго жить. В лагере человек 100 народу на Новый год. На ночевках народу дофига, масса народу, но без связи. Вот собственно история наличия связи. Сломался довольно крупный парень. Хороший, упертый, тренированный, разумный, но очень легкий и его тащил. Плохо оказал первую помощь. Между плохо и очень плохо. Крупная там небелизованная нога и волоком по морозу минус 30, по сложному рельефу, человека с шевелящимся переломом. Ну собственно к утру парень умер от перелома голени. Ну потому что, кровопотеря, шок, боль и переохлаждение. Все это вместе дает дурацкую историю. А оставил бы у него там лежать, выкопал бы ямку в снегу, накрыл бы всем чем было, сбегал бы за спасателями, возможно был бы жив. Ну с высокой степени вероятности был бы жив. Травма не тяжелая, от него просто так не умирают. От холода люди, прикопанный снег, умирают одетые очень не скоро, то есть совсем не скоро. А вот история плохо оказанная помощь и волочение по рельефу с шевелящимся переломом, это грустная история. Ну и особенно, возможно, внешней помощи. Если вы путешествуете по России, МЧС, при всех сложностях МЧС, А существует, Б работает, С люди стараются. Вот, если вы путешествуете по странам ближе туда, к востоку, к югу, к востоку, там все помощи, возможности получения помощи все меньше, 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 до момента, когда просто помощи никакой не будет. Вот, это надо тоже понимать и планировать, что если помощи не будет, вы должны быть готовы сами работать, сами тащить, потому что, ну, ждать некого. Принятие решения. Оценили ситуацию. Поняли, что вас, как вас, насколько у вас все плохо сначала осознали. Дальше на этом месте принимаем решение, что делаем. Эвакуация с запасными зонами. Я знаю, что об этом говорить. Собственно, человек упал, лежит, получил камнем, лежит. Оттаскиваем, не глядя, оттаскиваем. Да, возможно, мы делаем ему хуже, но первое правило не уличить пострадавших. Оттаскиваем. Оказываем первую помощь или ждем врача? Здорово, оказываем. А если врач будет через 3 минуты? Ну, смотри, какая травма, безусловно. Ну, как бы это вопрос. Масса людей, осознавая, что надо бы оказывать первую помощь, неохотно ее оказывают. Ну, как-то вот. Люди стоят, стоят и смотрят. И столько валяется инструктор с разрубленной ногой, вокруг него стоит отделение, 9 человек, только что ранивший ему этот камень на ногу, и стоят и смотрят. Стоят, смотрят минут, ну, по словам очевидцев, минут 20 они стояли. Ну, вот. Пока Шварианский издавал звуки с разрубленной ногой, а группа стояла вокруг и смотрела. Рядом шла группа из МИИ, в главе с Лёвом Дорфманом, Лёвом мастер спорта по альпинизму, с опытом. Лёва там впрякся и спас все это дело. Ну вот, а группа стояла и смотрела. А инструктор лежал. Ну, он издавал громкие звуки. Слушай, пострадавший, дающий громкие, четкие указания. С нами нет Бориса Павловича, это обычно Борис Павлович этим славится. Все знают Бориса Павловича, Борис Павлович его вечно носит. И он когда-то из насилок советует, как надо его правильно нести. Ну, в целом, да. В горах курсы первой помощи нацелены, безусловно, большей частью на город. В горах мы ожидаем, что помощь будет через... Какое время реакции в Москве скорой помощи? Кто знает? А? Слушай, среднее 15. Должно быть 7-8. Ну, вот реально, надо заказываться на 15. И в случае, если ты 15 минут человеку не дал умереть до скорой помощи, то ты молодец. В горах время твоего подхождения к пострадавшему возможно полчаса. Ну, потому что рельеф сложный, и история... Ну, не факт, что я оказался прямо вот около пострадавшего. Поэтому это... Я только про аптечку на тему больше рассказываю, что все случаи наложения жгутов в горах, что я видел, кончились ампутациями. Потому что, если у тебя человек упал, получил травму, ты к нему подошел через 20 минут, и он при этом еще жив, у него нет артериального кровотечения. Если оно было, он уже был бы не дышал. Если он дышит в этот момент, то у него нет артериального кровотечения, нифига человека уродовать, калечить с жгутами. Не на эту тему. Поэтому в горах придется оказывать первую помощь, потому что в горах все долго. Обычные спас-работы занимают полтора суток. Вот на Кавказе. Это Кавказ, довольно компактный район. Все, что дальше, ближе к Памиру, к Гималаям, кто ходил в Кавказ, кто был на Кавказе, да? Долгие подходы на Кавказе. Ой, пять часов далеко. Ой, без деньги поехали. Восемь часов, ой, как далеко. Потом бах, на Памир. Пять дней до горы. Здорово. А потом в Гималаях оказываешься. Сколько идти до Эвереста? Семь дней, да? По хорошей тропе? Здорово. Налегке? Да, семь дней. Они просто другого размера горы. Если там, понимаешь, что тропа к Эвересту – это дорога, а вот в сторону отошел, и там никого. А не дай бог вне сезона, так вообще никого и долго не будет. Спасателям сообщать или не сообщать? А если они в морду дадут? Спасателям сообщать. Спасатели – люди злые, безусловно. Недобрые. Особенно в августе месяце. Обычный вопрос там – как у вас август прошел? Август, месяц, август, август. Что-то я не помню августа. Как-то август прошел незаметно. А, да, за август было 12 спасработ. Обычные спасработы занимают полтора суток. Поэтому 12 спасработ за август. Август прошел и ходит незамеченным как-то при работе с спасателем. Как-то вообще как-то не замечаешь его. Спасателям сообщают, даже если вам помощь, что случилось, первым делом мы звоним спасателям и требуем помощи. Важный кусок. Не пригодится – ну и ладно. Поставьте ребятам коньяка, они будут счастливы, что тоже не работали. Пригодится – они раньше будут здесь. Что сообщаем? Здесь классическая история английский акроним 5WF. Кто, где, когда, что случилось, какая погода. Все через W. Это история для в общем спасработ. В горах правильная фраза, когда вы звоните по службу, любым способом звоните по службе о помощи, требуете помощь, нам срочно нужна помощь, мы находимся. Дальше подробное описание места. Очень частая история – звонок. Помогите, спасите. Вася сломал Пупкин из Москвы. Место прописки, погода такая-то, сломал ногу в трех местах. Мы думаем, что у него со смещением, многооскольчатый. И связь кончилась. Ну и? То есть нам нужна помощь и место – это понятно, что работать. История, что Вася сломал ногу без наличия места. В горах сначала место. Потому что связь, как правило, неустойчивая. Телефоны садятся, телефоны на морозе садятся особенно быстро и особенно неожиданно. Поэтому сначала сообщать место. И чем подробнее, тем лучше. И чем лучше вы знаете местную географию, потому что обычный звонок – нам нужна помощь. Вы где? На Эльбрусе. Ну да, что видишь дерево? Это о чем вообще? Ну, Эльбрус – место довольно большое. Обычно люди звонят где-нибудь там в 6 вечера в начале января. Глубокая темнота. Когда звоните, тебе кажется, стало темно. Помогите. Вы где? На Эльбрусе. Нет. Что вы делали? Катались. Куда? Ну вниз. Откуда? Таскала Пастухова. Отлично. Налево или направо? Вниз. Нет. Налево или направо? Мы не помним. Ну, на этом месте, когда человек не помнит, кому поехал из Пастухов налево или направо, то без кого он может выехать. Много мест. И как это искать – это отдельная история. Тащить или не тащить человека? Если есть ресурсы, есть навыки, травмы не супертяжелые, и тащить какое-то ограниченное время, и это важно тащить, изменить ситуацию в лучшую сторону, то тащить. Но, к сожалению, очень часто люди, когда начинают планировать тащить, они плохо планируют в этот момент. Начинают тащить в 4 вечера. Человек упал. Сколько я им занимаюсь делать нормальные носилки? Из подручных средств. У кого как сильно… Вот эта история опять-таки… Бегал соревнования по спасработам, или туристское многоборье, все умеют делать носилки по-быстрому. Носилки, сделанные по-быстрому, очень по-быстрому разваливаются. Точно знаю, много раз видел соревнования, судил, проводил, все что угодно. Дальше ты бытый раз собрал носилки, упаковал человека, потащил, 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 вышел на сложный рельеф, носилки развалились, и дальше что будет? Нет. Дальше неожиданно наступает ночь. Как всегда. И на сложном, плохом, сложном, опасном месте, темнота, и все становится совсем не здорово. Оценить ресурсы, время, силы и понять, что если до темноты осталось 2-3 часа, то надо начинать оборудовать ночевку, а не заниматься носилкостроением и не ночевать на крутом сложном рельефе. Лучше ночевать, приготовить время, потратить время на ночевке и не переться никуда. Посылать за помощью или не посылать? Да, вопрос. Если есть кого посылать. Сколько человек можно посылать за помощью? Одного. Так. Очень, очень, очень нежелательно посылать одного. Потому что человек, который подъезжает за помощью, будет мотивирован, будет стараться бежать. Шанс, что он уберется, даже на простом рельефе на тропе, есть. Нет. Жизнь дерьмо. И, возможно, придется посылать этому человеку за помощью, но надо понимать, что это реальный риск для этого человека. Отпускать человека за помощью, не знаю, без связи с основной группой, ну, вообще стремно. Вообще, очень стремная история отдать человека за помощью. Посылать двоих, а кто-то потащит, если надо тащить. Ну, вот это вот история про ресурсы и про о том подумать. Я же, спас работы, это такое, как альпинизм, это очень такая, всегда очень творческая штука, не бывает простых банальных рецептов. Это вам в истории сейчас наподумать. Понять, что ситуация в жизни сложна, и есть простые вещи. Поэтому работа в лавинах. Алгоритм. Делаем вот так. Потому что есть ограниченное, жестко ограниченное время, и делаем вот так, и мы тренируем, 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 тренируем вот этот алгоритм. Яростно натренировываем. Оказание первой помощи, осмотр первичной, вторичной, осмотры. Тоже можно ввести в алгоритм, тоже тренировать. А вот обычную, как будто реальную, реальную жизнь, как бы изменивать, никому еще не удалось. Тебе придется, если мы рассказываем, задают вопросы сейчас вслух, чтобы вы понимали, о чем надо подумать. Ответов простых не будет. То есть идти за помощью, если у вас вдруг лавинные работы, идти за помощью нельзя. У вас есть там 15 минут, полчаса времени, кто-то ушел за помощью, значит просто меньше людей работает. А помощь будет, ну, через несколько часов. Не работает. Если рельеф безопасный, понятно, что вы оказываете первую помощь, собираетесь ночевать, ты и ты пошли за помощью, вызвали спасателей, а мы здесь ночуем, ну да, возможно история. Даже одного человека, в принципе, ну, стремно, но, ну, 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 наверное можно. Спускатель поднимает пострадавшего? Ну, вот ребята, кто был на занятиях, точно на занятиях я говорю, на занятиях я говорю, спустить, я могу спустить человека по вертикальной стене, не знаю там, 10 веревок за день. Поднять человека по вертикальной стене, ну хорошо если веревку в день. Это такой пахотная работа, и здорово, если рельеф нависает. Если рельеф там 75 градусов, поставший будет волочиться по рельефу по лиспастам, мы его это, порвем в клочья просто. Ну, как бы это очень долго, то есть надо четко понимать, зачем вы человека поднимаете вверх. Поднять 3 метра вверх до полки, до полки, отличная идея. Поднять 20 метров до ребра, и по этому ребру по снегу идти в сторону, простого маршрута, отличная идея. Мы почти всегда поднимаем в Крыму. Как что-нибудь случается в Крыму, там просто сел в машину, доехал на машине наверх на Яйлу, покрывал машину около обрыва, за колесо машины зацепил полиспаст, кинул вниз 100 метровую статическую веревку из машины, достал человека наверх, погрузил машину и уехал в сторону больницы. Все очень понятно. Потому что спускать вниз, часто бывает, что спускаешь вниз, там эти лес с эпухой и все остальное, вверх часто удобнее поднять вверх. И быстрее, и удобнее, и подъехать на машине наверх сильно проще, чем подойти снизу. Это всегда должна быть понятная цель, зачем поднимаем. В малой группе, конечно, надо спускать. Подъем вверх, ну вот единицы метров, если очень надо. Люди пытаются поднимать вверх, зачем? Непонятно зачем. Спускать, конечно. Ну, собственно, стандартное действие, оказало помощь, опять же, в трепортировку, оценили риск для себя любимого. Ну, просто риск для себя любимого, если ты получишься с камнем, помощи никто не будет оказывать помощь, в том числе воды не принесет. А это все плохо. Например, вот, занятная история, не знаю, кто сталкивался, когда человек здесь в носилке, и сопровождающий с носилками. Сопровождающий висит так, чтобы у него вот носилки были в верхнем, вот в этом месте, ну вот на груди. Верхний край носилок. Что делает сопровождающий, когда сверху летят камни? Как вы думаете? Ныряет под носилки. Ну, зачем нам двое пострадавших? Закрыл ему пострадавшего. Треть пострадавшего закрыл, получил камень в спину. И ты имеешь навевки двух пострадавших. Упс. Кстати, это ж такое грустная история. Злая, но правда. Грамотно читать умеете. Это я уже все сказал. Это стандартный алгоритм действий. Как должен выглядеть план работы? Подход пострадавшему. Надо безопасно к нему подойти, спуститься, подняться, пройти траверсом, чтобы как-то... Если человек попал в лавину, надо постараться не вызвать еще одну лавину. Если человек получил камни по камням, надо поставить наблюдателя, который будет смотреть сверху, чтобы камни не побил группу, кто будет его оттаскивать. Или самому делать это очень аккуратно. Если человек просто упал с рельефа, надо сделать себе, ну как бы самому не упасть, и т.д. и т.д. и т.д. Первичный осмотр. Кто бы ходил на первую помощь, все знают. На этом месте происходит, на первичной налоге происходит большинство грустных историй. Опять же, первичный осмотр – это оказание первой помощи. Оказание первой помощи – это сделать человеку больно. Человек лежит, ему больно. Вы его берете, быстренько ощупали сверху. Классно. А тебе надо взять и засунуть ему руки, и ощупать ему спину, задницу и не задницу, остается с ног. А он начинает задавать звуки, ему больно. Что делают люди в этой ситуации? Не осматривают. А у него там, собственно, дырка в спине есть, с которой быстро, пока вы там ввязали носилочки, ему эта дырка весь вытек и умер. Пожалели человека? Не повернули на бок? Не посмотрели его все целиком? Пожалели. Первичный осмотр по-быстрому. Первичный осмотр по-быстрому – это понять, от чего человек может умереть вот сейчас. в течение 10 минут. Если у него не течет кровь, он дышит, если у него не бьет кровь фонтаном, значит, он прямо сейчас ничего не умрет. Ну, как так, если у него тяжелые внутренние повреждения, которых вы не можете диагностировать внешним осмотром, ну, каковы ваши шансы обнаружить перелом позвоночника? Врачи в коллективе есть? Нет, слава богу. Шансы обнаружить перелом позвоночника какие? Ну, да, про динозавра, да. Прелом основания черепа – аналогичная история. Да, честно говоря, тоже вот. Как определить венозное и артериальное кровотечение? Молодцы. Молодцы. Пульсация, интенсивность – молодцы. Хрена, не работает. У вас человек одет в термобелье и мембрану. Тепло. Там не будет ни цвета, ни пульсации, ни фонтана, там ни хрена не будет. Нам будет просто так вот что-то чвакать влажное под рукой. И какое там кровотечение, вы поймете, когда он, собственно, перестанет дышать, что оно было вот реальным. Вот это вот тоже как бы… Все знают историю, что будет тоже вот… Алый фонтан – алой крови. Ну, во-первых, в очках она будет не алая. На снегу она будет тоже вот другого цвета. Ну, и в целом, алая она или не алая – хрен его знает. Если вы не врач, то хрен его определите. А уж тем более человек одет в мембрану – нет. Это проблема, реально проблема. Эвакуация в безопасное место – это эвакуация на дистанцию в десятки метров. Волоком, там, на руках. Никаких носилок. Волоком, на руках, там, за одежду оттащили в сторону. И дальше вторичный осмотр – понять вообще, какие у него травмы. Ничего он умрет прямо сейчас. А пытаемся понять, какие у него травмы. Как-то облегчить состояние. Готовка к транспортировке, принятие решения. Ну, и дальше транспортировка. Это пожелание, чего-то надо добиться. Очень сложно. Быстро, безопасно, прострадавшего в медицинское учреждение. Круто. Это цель – пожелание. Второе пожелание – сделать это безостановочно. Это очень сложно, но можно пытаться с этим бороться. Человек должен, конечно, двигаться медленно, но двигаться. А с чем придется столкнуться? Реально с чем придется столкнуться? Темп движения. Вот там вот шесть человек несут носилочки на фотографии. Шесть несут, еще там человек восемь бегает вокруг. Это тот самый инструктор, которым раздробил ногу камнем с тех самых спасработ. Это, собственно, зеленая гостиница в УДУСУ. Прямо там, около домиков. Темп. Шесть здоровых мужиков с какой скоростью тащат носилки? По тропе. Как вы думаете? Три. Два. Один. Пятьсот метров. Вот хорошая цифра, которая нам вот… Мы стали смотреть на людях. Пятьсот метров в час. Да, первый час чуть быстрее, потом все медленнее, медленнее, медленнее. Проблема в том, что тропы в горах имеют ширину… Ну вот, две ноги рядом поставить. Да. На него приезжает занясть продавшего, а спасатели, которые нанесут носилки, уродуются. Одни вот так, другие вот так. Это, в общем, очень непросто, очень небыстро. История о том, что… Вы просто понимаете, что вы будете идти к человеку с темпом пятьсот метров в час. Из этого темпа вы должны понимать, что за следующие четыре часа до темноты мы его протащим два километра и окажемся вот на тех крутяках. Или на том вот осыпном склоне, который пробивается камнями. В этот момент надо осознать эту историю и либо остановиться, либо подумать, что делать. Потому что популярнейше в наших местах ошибка, а давайте ускоримся. Я думаю, все бегать умеют, да? Все пробовали бегать? Вот. Ускорить… Ну, нет, вообще, вообще, вообще просто бегать по дорожке. Ускориться можно на кусочке сотни метров. Изменить время, за которое вы пробегаете десятку, десять километров в смысле, требует много-много тренировок. И сделать это волевым усилием невозможно. В горах… Ну, реально, спас работу и вообще работа в горах – это реально история к марафонскому бегу. Отыграть на марафоне пять минут самого себя – много тренировок, много сил. В любом усилием не работает. Как только у тебя возникает история, давайте сейчас ускоримся, можно ускориться на куске в сотни метров. Потом темп падает настолько, что среднее время падает, не растет. Иногда приходится ускоряться в горах. Ну, там, идешь, надо пересечь ко мне опасный кулар. Или лови на опасный кулар. Собрал группу, говоришь так, отдышались. И вот этот кусок пробегаем в максимально ловоженом темпе, не останавливаясь. И побежали. Ну, да. Пробежались. Дальше в встречной стороне все стоят, дышат, приходят в себя долго, нудно. Ускориться не получится. Если вы не знаете, кем ты будешь нести человека, сделайте один переход полчаса. Поймете, сколько полчаса протащили. А дальше будет все еще медленнее. Отсюда надо планировать. Опять-таки, большинство историй про описание нечисленных случаев в нашем альпинизме начинается со слов «неожиданно наступила ночь». Ну, бывает, неожиданно пошел дождь. Бывает, неожиданно пошел снег. Но вот «неожиданно наступила ночь» это всегда очень, значит, люди просто, ну вот, не следя за времени, не планируют ни черта. Темп будет падать из-за усталости, из-за возможного более сложного рельефа, либо изменения погоды. Чуть-чуть дождика, и темп падает в полтора раза, мокрые камни. Чуть-чуть снега, и темп падает в звездке, потому что все очень плохо. И проблемой для малой группы является, понимаете, здесь написано слово «простой рельеф». Еще раз, спустить по вертикальной стене человека реально могу много-много веревок за день. Пронести человека в одно лицо на себе, по простому рельефу. Какой простой рельеф? Склон 30-40 градусов с камнями. Совсем по-другому. Я рассказываю историю про девочку. 40 минут мы шли вверх, и 5 часов я ее нес вниз. Тропа, никаких проблем. Но местами в одном месте был курумник. Крупный особь. Когда ты идешь вверх, это такой прыг-прыг с камушка на камушек. Потом вижу себе на спину девочку, 70 килограмм одетую. Сломанная шинированная нога висят, свисит вперед. И вот идея прыг-прыг по камням в этой ситуации выглядит уже... Вообще, я группу жузом в 70 килограмм помещаюсь очень небыстро. Идея прыг, ну на любое резкое движение она тебе скрепит зубами над ухом, потому что ей больно реально, даже шинированная нога на движении болит. А идея о том, что сейчас я оступлюсь, вот эта вот торчащая шинированная нога, мы сейчас еще рухнем на рельеф, ну и совсем все плохо. И все превращается, конечно, в медленно-медленно-медленно-медленно. То есть вот работать в вертикальный рельеф сильно проще в малой группе, чем работать в пологие штуки. То есть, знаете, там вот, особь, крупная особь уклоном 45 градусов, это худшее, что возможно для малой группы. Носилки по крупной особи, даже шестером, когда тут по крупной особи считаешься носилки. Почему шестером? Мужки здоровые же, как каждый может нести, каждый может поднять его, пострадавшего в одно лицо. Несут шестером. Потому что когда несешь что-то по плохому рельефу, сложному, несут два человека. Два человека несут, двое перешагивают через камни, держаясь на носилки, а двое поскальзываются и опираются на носилки в этот момент. Ну каждый момент времени, люди просто меняются постоянно. И это вот история шесть человек. Шесть человек минут за 15-20 удалбываются до состояния нестояния, перекошенная спина, надо людей менять лево-право и менять перед зад, потому что ноги вдвое легче головы. Как ни странно. Вот. Это уже про натуркание носилок. А кстати, вот в этих пасработах, как раз вот на фотографии, мы почти упустили пострадавшего, потому что наступила ночь, пошел дождь со снегом, и рельеф был между сложным и очень сложным. То есть это была работа без веревок, но... Вано. Ты помнишь историю прижима вот в сторону зеленой гостиницы? Эта узкая, скальная полочка вот над речкой? Да по... А, ты там в скитуре ходил, ленивая твоя, там снегу было. Ну там, собственно, такое, текущая река, вертикальная стеночка, на ней полочка шириной 25-30 сантиметров. И движение по этой полочке с носилками, под дождем, с мокрым снегом, довольно сложным опять. Мы дело уродовались, там, часок уродовались в этом месте, и когда закончили, вытащили уже на дарт, опять на тропу, и выдохнули, спаслись, протащили. Вовка, ты как? А Вовка... такого желтенького цвета, с темно-фиолетовыми губами, и уже почти не дышит. Мы пока час уродовались по рельефу, мы на него не обращали внимания. Ну, нам было тяжело, холодно, темно, и мы за эти вот час почти потеряли человека, он ушел глубоко в шок, ну, дальше мы там, собственно, дербанили наркотики и гормоны, обошлось. Ну, вот, мы были близки к тому, чтобы потерять человека из-за перелома ноги. Потому что перестали контролировать пострадавшего. Контролировать, заработали, но это тоже вечная история про все спасработы, и про соревнования, особенно и про тренировки. Все тренируют, как взять узелочки, как делать технические приемы, а надо тренировать, как контролировать пострадавшего. Потому что цель работ не… неправильно взять узелочек, а живого человека дотащить. Очень просто… Ну, реально, вы там… час времени не делали внимания человеку, и почти его потеряли. На тренировке как-то наш коллега-инструктор чудом ушел живым, его упаковали в АКЮ, плавника связали хорошо, и чтобы ему было комфортно, ну, дождик шел такой противный, мокрый дождик безингийский, со снегом, чтобы ему было хорошо, накрыли лицо гортексовой курточкой мокрой. Она, в общем, так-то не дышит, в общем, совсем. Но Ваня очень здоровый, Ваня очень сильный, Ваня вырвался и убежал. Но если человек, не дай Бог, в этой ситуации не такой здоровый, не дай Бог, без сознания, вы ему пытались сделать хорошо, и не поконтролировали, вы его потеряли. Ну, собственно, по технике… Понятно, что техника – это такой чисто практический навык. Общая идеология в малой группе. Системы должны быть максимально автоматические, максимально не требующие вашего внимания. Делаем полиспаст. Когда группа большая, есть свободная девушка, можно сказать, девушка, стой здесь и двигай прусик. Она стоит, поправляет прусик, все в пределе, все заняты, все идеально работает. Если ты один, прусик двигать некому. Надо строить автоматические системы. Ребята, кто ходил на занятия, то начинающие, там, ребята, не очень большим опытом, с ними просто. Они показываешь, они то и делают. А когда проводишь занятия там для уровня, где-нибудь там под КМС и по альпинизму, пишешь, ребята, делаем вот так. Говорят, не-не-не, мы так не будем. Почему? А мы умеем быстрее. Между быстрее и безопасно есть некий, понятно, баланс. Быстрее чаще всего небезопасно. То, что мы там учим, то, что у меня в книжке написано, это история некая параноидальная, техники подобраны, но чтобы убиться и убить человека, придется два раза подряд круто накосячить. Если делать по-быстрому, каждая ошибка будет проводить к тому, что все будет падать. Все умеют перещелкивать самостраховку не два уса по очереди перещелкивать, а взяться рукой за станцию, вышелкнуться и перещелкнуться. Все же умеют, да? Удобно, быстро, почти безопасно. В этот момент получаешь камнем по руке или поскальзываешься, то, упс, и все полетело. И так, конечно, лучше не учить. Это история, что давайте учить хорошо, а сами косячи становятся сами без нас. В целом, кроме учить, еще есть такой момент создания шаблона безопасного поведения. Если ты всегда делаешь вещи правильно и безопасно, в ситуации, когда ты будешь уставший, задолбанный, замерзший в темноте, на ощупь, в стрессе, трясущимися руками, ты сделаешь безопасно. А вот если ты говоришь, что я не закручиваю муфт на карабине, потому что я всегда ее контролирую, защелка карабина. Я же ее вижу все время, контролирую, поэтому я не закручиваю муфт на карабине. Дальше 20 часов работы на рельефе, снежочек, холод, и ты уже ничего не контролируешь, ты работаешь на автомате, и дальше начинаются щелкивания мимо самопроховочной петли, щелкивания мимо устройства, щелкивания в одну веревку вместо двух. Масса таких вот дурацких примитивных ошибок, которые, если не делать все правильно, приводят к трагическим последствиям. Ну и, собственно, понимание, читаем эти лекции физику и альпинизма, просто для понимания того, что вас ждет при наличии человека на веревке. Какие нагрузки возможны. Серега знает. Сильный парни, занимаясь скалом, есть? Кто-нибудь скалом лазит? На скалом кто-нибудь лазит? Вас способны повиснуть на веревке руками? Я знаю одного человека, который смог повиснуть, но он лазит в восьмерки больше. На обычной веревке диаметром 10 миллиметров крепкий, спортивный, подготовленный мужчина, не загибая веревку на руки, не наматывая на руку, а просто взяв его руками, не способен повиснуть. Сила, которую человек удерживает веревку одной рукой, 20 килограмм. Упс. Двумя руками, можно сказать, 40, на короткое время может выдержать свой вес, но целый человек начинает проскальзывать по определению. И, собственно, отсюда строятся все эти истории про спасработы, когда у тебя висит груз 200 килограмм на веревке, если он вдруг сколько-нибудь просел вниз, дал какой-то минимальный рывочек, то дальше у тебя сгоревшие руки, и груз взлетает до земли. Сметров было проделано масса, но вот это длинная история про отдельную лекцию. Что он со временем, кстати, без часов? Девять почти, да? А, да, без пятнадцати девять. Ну, хорошо. Вот. По силой нагрузки, это отдельная история. Если человек на тему парит, если человек на тему нафиг не надо, но это история как про любые опасности. Если человек знает опасности, он может ими управлять. Не знает опасности, не осознает опасностей, не может управлять. Если ты знаешь, что там в системе в такой ситуации, возможно, там рывок в пятьсот килограмм. Ну, ты, значит, к нему готов, хотя бы морально. А если ты надеешься, что рывка не будет, ну, значит, при рывке тебя прикладывает об скалу, ты взял веревку не в ту руку, тебе ударило об скалу рукой, в которую была веревка, рука разжимается, напарник улетает. Ну, это такая лирика на эту тему. Смотрите, это снаряжение для курса по спасработам, на самом деле. В целом, вот этот набор снаряжения, это тот самый личный набор снаряжения, которое висит на человеке, и который на нем висит всегда, который не отдается напарнику, ну, спусковуха, страховочное устройство. Очевидно, что на себе висит. Несколько карабинов должны быть, лично с тобой, которые на твоих висят. Карабины, автоматы, не то, что они опасные, я их просто не люблю, потому что замерзшие, посыпанные песком, снегом и замерзшие в горах автоматы доставляют массу радости, как их надо открыть. Ну и плюс, конечно, открывание, засовывание веревки в автомат одной рукой, меня просто бесит, когда надо одной рукой открыть и засунуть в него веревку, ну, мне вот очень тяжело. Автомат, которые вот муфты, которые потянуть, повернуть, открыть. Представляете, да? Карабины без муфт, ну, обычно я пользую, не таскаю, чтобы отдельно карабины без муфт, таскаю, чтобы оттяжечные карабины, просто оттяжку оставляю себе одну, из них получается там масса чего получается, в том числе полиспасты и все что угодно. А запасы ревшнуры, пару кусочков веревочки по пять метров, мы как-то развлеклись и написали там для риска 30 вариантов использования этого ревшнура. Можно помнить еще 20 написать. Масса чего получается, станции, полиспасты, носилки, ну, все-все-все, что хотите. Дешевое, простое, крайне многостанциональное снаряжение, которое можно менять, и плюс, когда вы меня вот эти 5-метровые ревшнуры, когда он становится жестким, я его бросаю как станционную, ну, как дюйферную петлю. Устал он, значит, спокойненько отрезал, оставил и купил новый, не проблема. Легкий ролик, эту историю мы тоже по занятиях показываем, настойчиво показываем историю про ролики. Особенно, если вы ходите в двойки, если вы девушка, и ходите в двойки с габаритным мальчиком, ролик – обязательная часть снаряжения, ну, вообще. Ролик в системе, например, санчика из трещины заменяет еще одного человека. Добавляя в систему ролик, ты практически добавляешь себе еще одного человека, кто будет тянуть веревку. Вот по выигрышу силы. И это как бы в корне меняет ситуацию на тему выживания. То есть, когда мы человека поднимаем всегда вверх, когда человек появился в трещину. В этой ситуации вариантов спускать, ну, чаще всего нет. Придется поднимать, ну, вот это ситуация, когда надо уметь поднимать. Снаряжение. Ну, вот это вот то, что я… У нас называется набор юного кордолетчика. Такая смешная история, но… Личное, которое сидит на тебе и которое никому не отдаешь. И как бы к этому привыкаешь, оно у тебя висит всегда и есть. Снаряжение, которое мы таскаем с собой, еще таскаем с собой. Аптечка первой помощи. Ну, люди, которые ходят в гору, не беря с собой аптечку. Ну, абсолютное зло. Еще раз, в горах далеко до врача. И первую помощь придется оказывать по-любому. Уметь и быть готовым. В аптечке должна быть шина. Ну, как, смешная кашлята не в аптечке, она лежит в спинке рюкзака уложенная. А вот шину мы обычно таскаем вот эти вот, видите, на картинке картонки. Дешевые картонки, которые собираются в шину. Возможно, у вас в спинке рюкзака можно взять просто кусочек, например, там, сотового полипропилена, сотового поликарбоната, которые режутся на месте, как шина. В общем, важный момент. Вот фотография внизу. Попытка сделать шину из подручных средств возможно. Как правило, получается вот так. Это наложенная шина при переломе голени. К сожалению, ну, как бы, не принято публиковать фотографии лиц погибших людей. Это молодой человек, кто умер от перелома голени. Я об этом историю рассказывал. Вот так наложена шина, сложные на минимум палочки, примотанные к сломанной кости двумя виточками бинта. Как наложена шина, кто помнит? Один сустав вниз, два сустава вверх. Эта шина не фиксирует ни одного сустава. Дальше человека волокли волоком, на этом месте все это шевелилось, ну и увы, увы, увы. То есть, легкая, дешевая картонная шина, усиленная палками, отлично работает. Попытка скалхозить шину из палок, ну, возможно, но требует ума, фантазии и навыков. Да. Она водостойкая, водостойкая картонка. Там водостойкая картонка. То есть, она размокает, ты просто пока ее накладываешь, то наложил, зафиксировал, человек перестал орать. Дальше достал палочки, достал ролик скотча и снаружи усилил эту шину, усилил палками. Палками, зондами, там ветками, чем хочешь уже дальше, строй что угодно. Вот история, когда тебе надо, самая сложная история, это моделирование шины. Эту шину вот, нельзя же выпрямлять сломанную ногу, вынесенную ногу, надо ее как-то фиксировать, как она есть в этот момент. И надо придется шину подогнать под человека. А наматывая шеку палки, ты будешь подгонять человека под. И на этом месте, конечно, можно сделать шеку совсем и больно, лишнее, лишний раз сделать больно. И уж тем более, ну, дальше добавить травмы и добавить неприятностей. Одеяло спасателя, вон там, шек завернутый в майларовое одеялко. Во всех партийных магазинах, даже в супермарконе тоже продается обильно. Денег стоит не космос. Есть два варианта, есть легкие и тяжелые. Отличаются вдвое размером. Легкие хватает для большинства целей, а тяжелым человека можно нести, как волокушу использовать. Хотя тоже такая история, хватает для большинства целей. В этом году у нас девочки заночевали холодную в Узунколе. И за ночь, ну, как бы, сели ночевать холодную, потому что не быстро лезли. Хорошая погода, голубое небо, довольно тепло. А ночью пришла такая зверская гроза. Палатка, в целом, нормально подпрыгивала. Серегу не надо соврать. И мы, конечно, утром пошли не на гору, а пошли встречать девочек. У Дашки ветром вот тонкое легкое одеяло порвало, просто ветром порвало. И она, конечно, промокла взрызг, а промокший человек ночью в высоких горах – это такая уже неприятная история. То есть, вообще, конечно, холодная ночевка – это неприятная в любой ситуации, а мокрый и холодный человек – это в два раза неприятная. Аварийный тент волокуша. Ну, я таскаю с собой всегда, я обычно на работе, мне потом положено быть готовым к тому, что меня за человека сейчас тащить. Я таскаю с собой, у меня тентик 3х3 метра, такая легкая-легкая тряпочка, которой можно накрыться, завернуться, защититься от дождя, завернуться, там, человека 3-4 в него залезает, из него, там, как бы, надо тащить человека, заваришь его человека, и такая получается морковь, кто может тащить. Да, на этом месте этот тентик уходит, скорее всего, в мусор. Ну, и в ситуации, когда надо реальности человека тащить, я спокойно расстанусь с этой вещью, и не буду с ним переживать. Есть альтернатива, которую использует там Саша Кузбинский, очень любит, у него такой, у него в носилке заводские Брук Ренч. Отличные, на них собираются лыжи, затягиваются, получаются идеальные носилки, идеальная волокуша. Они реально классные, но она весит килограмм, эта волокуша, хорошая. Мой тентик весит 300 грамм. И 300 грамм я себе кладу в рюкзак один раз в начале сезона, и никогда не достаю. А вот килограмм, возникает история, сегодня большой перепад, тяжелый день, может быть, не брать. И, конечно, только ты его облегчишься и не возьмешь, он тут же окажется нужен, а ты его не взял. Поэтому я вот осознаваю, что я таскаю менее удобную вещь, но она более легкая, поэтому я таскаю с собой всегда, не достаю, просто никогда не достаю. Что мы видим в заведении огня? Спички или зажигалка? Зажигалку берем только не пьезо. Пьезо-зажигалки в горах не зажигаются, и на мощной пьезо-зажигалке не зажигается никогда. Зажигалка с колесиком можно высушить, она загорится, а пьезо нет никогда в горах. Ну и запасное для себя, для того парня, люди ходят в гору, не беря с собой теплых вещей, сам себе злобный буратино. Это история, когда ты начинаешь ходить в гору, как хочешь в гору для себя, делаешь, что хочешь. А потом начинаешь ходить в гору инструктором альпинизма, спасателем, либо тем и другим, потом гидом, ты понимаешь, что ты проводишь времени в горах, сколько хочется. Ну пойдешь в гору, замерз, ну и нафиг, разглянулся, ушел обратно. А когда на работе, тем более спас работы, на работы сколько надо. Упс, и все. Ну понятно, что все спас работы уходят глубоко в ночь, всегда. Все спас работы занимают в разы больше времени, чем планировалось. Романтики в спас работах чистый ноль. Долгая, тяжелая, бесконечная, какая-то пыточная история. Сколько таскали, сколько таскали? Недолго, повезло. Наш личный рекорд, мы нашли человека с перевала Ирикчат в поселок Эльбрус. Там далеко, там 20 км. Слава богу, лошадь поймали на нижней трети. Бесконечный процесс. Очень интересная, очень неприятная история, конечно, таки бывают, про волонтеров. Случилось что-то в горах. 50 человек добровольцев-спасателей прибегают наверх. А дальше носилки, тяжелый рельеф, ночь, мокрый снег. И сначала 50 человек, потом 20, потом 5. И так дальше, вторую половину ночи ты работаешь пятером спасателями, кто, собственно, коллеги, с кем работаешь. А люди как-то неожиданно, всех, кто рвался спасать, неожиданно как-то потерялись в пути. Очень легко потеряться в пути. Люди так вот выключают фонарик и делают шаг в сторону в темноте. Слушай, в этой ситуации, возможно, надо, но тогда обошлось в тот раз. Ну, такая была немножко обидная. Ну, это же обидная история. Там, конечно, история уже была не спасательная работа, а транспортировочная. Возможно, поэтому люди при транспортировочных работах, ну, когда транспортировочных, когда уже никого не спасаем, уже несем тело, люди как бы позволяют себе чуть менее ответственно подходить к процессу. Ну, все равно как-то, бах, было 50 человек, а закончили в пятером. Потом начальство еще ругалось, а Q пришлось списать. Кто-то стоит денег, 3 тысячи евро. Ну, собственно, то, с чего начал, и с чем продолжаю. Я, вот смотрите, сейчас не дал никаких ответов на никакие вопросы на момент лекции. Видите, я много говорил, рассказывал баек, рассказывал истории, скорее всего, я задавал вопросы. Вопросы, которые вы должны подумать, собираясь куда-нибудь в горы, о том, куда вы собрались, с кем вы собрались, что вы будете делать, если. Вот история с кем и что буду делать, если, что не случится, то это как бы грустная история, ее обычно на тему забивают, а тут не думают. А это важный кусок, что надо подумать перед тем, как собираюсь куда-нибудь в горы. И здорово, если вы, конечно, уйдете в малой группе, надо много тренироваться. Все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...